никогда не понимал зачем уезжать из петербурга летом и приезжать в ялту летом если честно и всегда понимал зачем уезжать из петербурга зимой и приезжать в ялту зимой ну вот оно собственно понимаете и вот такое мурлычащие сейчас его буду кормить на самом деле вам будет много вставочек про всяких котиков сегодня и действительно сделал много постов и некоторые люди недоумевали то есть какого хрена сюда перейти ну потому что вот здесь сейчас вот так вот да а теперь мы перенесемся в петербург на самом деле про котиков я решил сделать отдельный выпуск у меня столько их наснималось там замечательном крыму и летом и вот сейчас феврале что это заслуживает совершенно иного видео сначала чтобы потом к этому не возвращаться нужно конечно же подкинуть на вентилятор потому что ну увы и ах без этого не обойтись я темы украины не касаюсь уже много лет потому что мне как бы не то чтобы мне все равно но как бы в мире есть масса всяких разных вещей о которых мне кажется лучше лишний раз не заикаться но по крайней мере интернет точно права знает что как только вы что-то куда-то кликните так вас сразу завалит предложками о статьях про то что там сделал зеленский или как там чувствует себя я не знаю прости господи порошенко но тем не менее основная претензия крымчан к украине было и во время украины и после присоединения в том что незалежная не вложила ни рубля в полуостров но это фигурально выражаясь конечно же что-то там она вкладывала безусловно но вот если брать объем траншей который был необходим и который бы сделал бы этот край богач а соответственно богатил бы госбюджет украины он был ну мягко говоря недостаточный и это собственно одна из главных причин почему я являюсь таким стопроцентным крым нашистом поскольку на самом деле не великорусский не уж тем более великосоветский шовинизм тут ни при чем ответ лежит в других плоскостях вот это одна из них и на сказать что я охренел когда первый раз проехался по трассе на север крыма еще там в нулевые года это было просто дорога где между дырами иногда проглядывал асфальт то есть автобусик он не ехал он пробирался я конечно массу всего видела у нас в россиюшки но вот такого честно говоря уже по отвык хотя опять-таки уверен где-нибудь там в глубинке такие дороги но сохранились но это простите как бы крым территория курортная бла-бла-бла которая должна соответствовать ну если международным стандартам по инфраструктуре то хотя бы там не знаю современным российским стандартам второй момент от которого я тоже честно говоря был на чтобы в шоке это в общем то общее место и она подразумевается но тем не менее для меня это было неожиданность то что весь малый средний да в принципе любой бизнес на побережье он существовал без каких бы то ни было разрешений я об этом говорил в одном из выпусков тогда еще меня в 2015 году снятых то есть вы решили открыть шалман вам ничего не надо ни сан книжек и не вообще просто раз в месяц вы заносите по определенному адресу и все хорошо отсюда вот эти вот отели апартаменты гостиницы которые по факту лодочный гараж это совершенно нормальная была ситуация и она как бы является проекции вообще настроений крымских потому что ну так же конечно проще во первых дешевле во вторых проще но мы же понимаем что это антигосударственный и антидемократичный подход если мы берем за основу какие-то там западные модели на которые некоторые ориентируются то как тогда ты будешь декларировать себя как некое демократическое государство когда у тебя вот так и далее начинается самый скользкий момент он заключается в том что если бы мы не отжали крым то собственно не было бы санкций и так далее на самом деле и вот если посмотреть вообще историю мировую да и там какие-то даже вот мою книжку почитать про пиар-компанию русско-японской войны во время русско-японской войны такой потрясающий речевой оборот то мы выясним что ну у больших дядей всегда там наверху решалась по-своему и ну политика дело жесткое ничего личного просто бизнес nothing personal так сказать я их за это абсолютно не осуждают так устроена жизнь ну вот возьмем например олимпиаду да единственная страна которая выходит под нико непонятно каким флагом это россия при этом если вы поговорите с любым профессиональным спортсменом ну вот я например разговаривал там с лыжниками они вам расскажут как устроен большой спорт сейчас современный но изгой только российская федерация поэтому если бы не крым так обязательно бы что нибудь другое это стопудово особенно учитывая те тенденции которые развивались на украине начиная со времен кучмы затем они были затем они были заполированы господином ющенко кстати где этот ющенко каждый раз я спрашиваю он же был такой прекрасный популярный человек его избрали демократическим образом и потом когда были следующие выборы выборы демократические он там прогорел вообще с каким-то очень смешным количеством процентов ну и потом соответственно все что началось при порошенко то не нужно быть семи пядей во лбу чтобы понять какие настроения могли бы вот там быть поскольку вот у меня есть приятель в штатах он не работает стройки и периодически там нанимал украинцев они там без всяких там политкаретности называют их хохлами не потому что они хотят оскорбить а потому что я еще раз хочу сказать слово хохол довольно долгое время не носила никакой отрицательной коннотации так вот подтверждается тезис что лишь бы москалю было херово вот это вот принцип который мы наблюдаем долгое время незалежные я уже говорил что самое потрясающее что меня поразило так это я думаю благодарность работников кишиневского и минского аэропортов за то что запретили прямое сообщение с россии украина то есть в то время когда все борются за повышенный трафик пассажирские здесь вот так вот вот это все лишь в угоду каким-то политическим интересам это не имеет никакой экономической обоснованности и это в общем то можно продолжать до бесконечности я не хочу вот этим углубляться потому что она мне абсолютно не близко и мир ска если честно поэтому я лично знаю людей в крыму которые готовы были хоть с газовой трубой бежать и встречать замечательных мальчиков из азова который поместил на свой желтый истяк вольф сангель некогда красовавшийся на танковой дивизии сс и в общем то я думаю что я не то что думаю я в этом уверен что севастополь это был бы такой прекрасный очаг гражданской войны по сравнению с которым донбасс показался бы просто цветочками и в этой связи соответственно я наблюдаю то что произошло в крыму буквально за последние несколько лет и я охреневаю уже в другую сторону ну например аэропорт но вы меня простите друзья мои но я не верю чтобы украина построила в такие кратчайшие сроки такой аэропорт там то есть это абсолютно современное приспособленные ко всем нашим потребностям условиям и так далее здание и когда туда первый раз прилетел я просто ну вот ходил с открытым ртом далее те же самые дороги я проехался по этой трассе потом на север крыма я не узнал эту дорогу понимаете это не значит что все дороги в крыму теперь идеально нет конечно но как бы тем не менее прогресс есть конечно же я это всегда говорил говорю и буду говорить у крымчан был выбор не между хорошим и плохим а между плохим и очень плохим они выбрали плохое потому что вместе с благами российскими конечно же приходит изнанка весь этот пилеж передел и так далее как это всегда происходит но я лично вижу на самом деле позитивные положительные сдвиги именно по инфраструктуре на полуострове за последние несколько лет и пиком стала для меня конкретно ялта я оказался я никогда не был я оказался первый раз этим летом и я обалдел я ходил с открытым ртом и у меня было такое ощущение что вот ноги собянина туда прибежали и там где они ступили там из дерьма как бы родилась приспособленная для жизни атмосфера и среда и я ходил со своей коллегой из кати из ливадийского дворца на научный сотрудник этого замечательного места у нас будет экскурсия мы с ней записали отдельно я спрашивал слушай ну вот эти же скамейки они же недавно поставлено гряда а вот эти качельки а вот этот бульвар а вот эти павильоны они гряда это все вот буквально последние последние какие-то веяния то есть это такая мини москва на берегу черного моря конечно же опять-таки со своей изнанкой о которой я поговорю но мне дико захотелось приехать туда летом ну потому что я знал про историю ялты про то кто и куда и зачем туда ездил и вот опять-таки обычно я там в ноябре декабре старался свалить в европу хотя бы на недельку не потому что весь в такой прозападный а просто хочется немножко в теплую атмосферу ну и какой-то культурный исторический бэкграунд чтобы этому сопутствовал и вот тут я решил соответственно слетать в ялту и феврале у меня такая оказия случилась я купил билеты и полетел надо сказать что в крыму зимой очень хорошо на стега там практически не бывает но в этот раз был же так мало того что я сорвал себе спину за день до вылета да и не мог носок надеть и вот в субботу мне вылетать в три часа рейс я приехал в аэропорт и в симферополе снегопад из москвы и все самолеты садятся в краснодар и наш рейс задерживают до 7 часов я честно сказал себе что вот если сейчас еще и вот задержат дольше я просто пойду и как бы забью на это болты и вернусь к себе домой хотя не хотелось потому что уже было минус 15 обещали там минус 20 25 не самая комфортная температура в петербурге поверьте мне я тут в топчик вам могу привести пример ко мне приезжали на частную экскурсию прекрасные люди ко мне только такие приезжают с урала и девушка ходила в ботинках которые и было комфортно там у себя примерно в такую же погоду ну что мы сделали в первую очередь мы пошли купили теплые стельки потому что многие не замерзли хотя было на самом деле даже меньше чем минус 10 до ботинки не были зимние на всякий случай естественно все модные тролля как в магазинах обычно говорят да да они там все выдержат да понятно это мы уже плавали знаем тем не менее мы значит сели самолет полчаса его там обрабатывали этой жидкостью специальные против оледенения затем мы 40 минут кружили над аэропортом пока под нас расчищали полосу взлетным и были первым самолетом который там приземлился я думал что у меня спина просто отвалится да то есть в таких ситуациях надо ходить плавать стоять в планке и так далее я практически сидел все это время но естественно когда мы приземлились чувак который должен был не дать в аренду за 1000 рублей в сутки volkswagen пола конечно же он уже был себя дома и гонял че и он мне об этом честно сказал ну вот это крымский сервис да я ему сначала написала гернуки я можно к вам заеду заберу и он гридалки потом я приезжаю смотрю подхожу ну в аэропорту сначала у стойки никто не едет на такси симферополь все только в ялту и так далее потому что это слишком дешево до набирая телефоны там в интернетах все вообще в ауте все в ауте а те кто не в ауте те тоже симферополь не везут не этот чувак присылает какие-то телефоны тоже не это я ему уже говорю может вы приедете я денег заплачу ну нет ну это же крым ребята это крымчане в итоге там стоите барыги бегают которые значит до симферополя тысячи рублей на самом деле по нашим современным меркам там это в общем то даже не такая уж запредельная цена но я скажу честно не то чтобы жабу душила но я все-таки думал что наверняка как-то выкручусь и выкрутился рядом стояли парни с такими же ошалевшими глазами и в итоге я говорю парни давайте скинемся сейчас уломаем какую-нибудь барыгу что мы за косарь довез на два адреса и в итоге мы первого попавшегося барыгу взяли он сказал ладно окей там у них прекрасная система звонит какому-то вася и вася подъезжает вас естественно потом засылает в общем просто понимаете такую 90-е года вот в действии они там были в счастье от этого снегопада потому что обычно то люди выходят там там вообще можно до симферополя доехать на троллейбусе за какие-то но раньше это было стоило 7 рублей сейчас там 14 да но поскольку мне нужно было не к жид вокзал куда обычно езжу и где мои приятели живут знакомые а в другое место я посмотрел на рядом в общем меня привезли машина стоит под слоем снега симферополь да на дворе соответственно уже пол двенадцатого ночи люди у которых я забронировал жилье в ялте позвонил сказал что вы знаете скорее всего не приеду я взял эту машину очень интересно мне ее передавали значит ну про зимнюю резину я даже не заикался я понимал что это вопрос в пустоту но чувак когда мне передавал он как вы обычно берете машину в рент вы соответственно сколько бензина там есть полный бак обычно вам дает вы столько и должны вернуть там была четверть бака и он такой сфотографировал сказал ну вот у вас 2000 километров я бы эти две тысячи километров жизни бы не выехал бы до за ту неделю когда собирался провести и вот верните по разу коже бензина и говорю извините а если я верну больше не хотелось бы старайтесь как-то уложиться и вот понимаете в этом сука все то о чем я буду дальше говорить я прекрасно понимал что скорее всего я ему верну больше мне не жалко я ну не буду сейчас до лукавить не в том положении чтобы экономить там каждый литр но на меня это очень сильно позабавило забил в навигаторе ближайшую гостиницу оказалось рядом по этим прекрасным дорогам нечищенным никогда и никем естественно да на этой летней резине кое-как добрался до гостиния гостиница оказалась очень хорошая мне очень понравилось заночевал там на следующее утро залез в переписку с одной своей крымской знакомой который мне когда-то скидывал телефон массажистки который ее реабилитировал и она оказалась на этой же улице да я сходил сделал массаж за 800 рублей тут я плачу 2000 вот и в общем-то поехал в ялту и надо признаться я никогда никогда не видел таких дисциплинированных водителей на трассе симферополя лушта все ехали как за инки 60 километров тот кто топил 80 выглядел как шумахер и я ехал абсолютно честно 60 километров но я если я сказать и даже если бы была хорошая погода и не планировал там гнать и вообще в последнее время стал такой умиротворенный человек все-таки конечно с опыта вождения приходит успокоение надо признаться ну и плюс там я знал что штрафы прилетают моментально а меня предупредили что естественно все штрафы на меня повесят что логично ну в общем добрался я до ялты и по дороге я выяснил что один из дворников он был покоцан и поэтому когда у меня соответственно вот это все происходило там осталась такая полоса я подумал ну вот вам еще один прекрасный элемент замечательного крыльского сервиса но когда я приехал в ялту это все как бы отвалило в баню потому что там не было снега там не был плюс голубое небо не того как сейчас вот здесь да вот который как такой как вот было в самом начале ролика и хату я снял за 2000 рублей в сутки с видом как всегда на 10 тысяч и вот это просто когда волшебное место все-таки не зря конечно цари и там чехов и все остальные туда приезжали но понятно что там в основном приезжали там чахотки сбавляться но в принципе народ прекрасно понимал что такой крым и что такое ялта в частности действительно вот и приезжаешь и там вот там ништяк то есть для меня и человек из петербурга там был очень хорошо хотя все крымчане там у его холодно то выходит какой персонаж знаете вот сейчас отходят эти штаны с голыми лодыжками на уж мёдс он там плюс 1 и хочу а в питере минус 25 мне вот и вообще солнце море я хожу в осенней курточки зашибись до помплавал там спа то которое подороже там было во всем комплексе восемь человек или даже семьи не помню которая чуть подешевле там было побольше но бассейны под открытым небом бассейны с теплой водой что для меня человека с вечными гамморитами крайне важно в одном была подогретая морская вода и ты я ходил туда к естественную концу всегда я всегда хожу там концу ты плаваешь один во всем бассейне туда иногда заплывут там пара человек побарахтаются и уплывут над тобой свисает какой-нибудь там этот я не знаю там ну не ливанский кедр конечно же да что-нибудь такое воздух и это волшебство я представляю что там творится летом это же вообще просто застрелиться не встать потому что даже в феврале в принципе туристы были было мало но они были затем я пробежал я жил рядом с массандерским парком я пробежался там я вам хочу сказать что ноги меня сами не сли идеальные нагрузки как раз таки фитнес немножко вверх потом вниз и вот ты бежишь в этой атмосфере которой я в принципе привык во время крымских походов только тут она еще насыщена вот эти все самые упомянутые ливанские кедры и вся эта замечательная флора и это просто ништяк сделал там тоже нашел объявление массаж чувак не сделал потрясающий массаж на самом деле узнал что я занимался там восточными всякими историями завалил меня вопросами то что он тоже там йога и прочее и что самое интересное я выбрал его я просто шел по улице видел телефон я решил у нас телефон здесь начнили далеко он он действительно там рядом он турист работает позвонил и потом сказал что это первый раз за год это объявление сработало в основном мне все советы естественно и поправочек но к моменту к моменту эффективности да вот таких вещей в общем я был в диком экстазе я съездил воронцовский дворец вообще оценил прелесть конечно взятие машины в аренду потому что все-таки 1000 рублей в сутки если например сравнивать с европейским ценами это ни о чем к тому же если например эти на неделю у вас это отбивается практически в половину сразу же потому что вы экономите на такси до ялты и обратно то есть это это действительно крайне выгодно полезно единственное что иногда мне это напоминало и ну то есть я не знаю я думаю что в стамбуле народ так гоняя то есть вот это все через 200 метров резкий поворот направо потом резкий поворот налево и так далее но все хорошо все замечательно единственное что я опять-таки для себя отметил это вот этот вот крымский нрав да вот эти южные люди крымчане я думаю это не только крымчан касается но вот там это особенно бросается в глаза они не все конечно да но очень многие они просто ленивые ну вот мы ленивые не любопытно они ленивые и они смотрят на туристов как вот на такую дойную корову которая обеспечит им жизнь всю течение года хату какую которую я сдал снял но это не хана как бы это такой отдельный номер с кухней и прочее с очень большой террасой где я делал свой комплекс алисуаник ну со спиной мне надо было каждое утро этим заниматься и вид замечательный но слышимость конечно ай-яй-яй спасало то что по ночам там все спали да и мне очень понравился дизайн на самом деле редкий случай там так бревенчатые стены очень такая уютная была ниша где кровать стояла ну вид это вообще все сразу снимает но когда ты моешь посуду там стоит фэйри и вот вместо фэйри там налита какая-то хрень которая не мылится ничего не моет то есть я представил себе этих людей которые там вот девушка приехала на новый крете ну конечно не мерсердец бензи не инфинити но все таки да вполне себе машина тем более для крымских реалий она приехала на этой новенькой беленькой машине и вот я представляю как они в флакон вот в бутылку из-под фэйри наливают какую-то штуку вместо того чтобы ее купить а стоит она относительно того сколько они зарабатывают на сдача у них естественно не ну там не один только мой номер у них там их много ну вы же понимаете да и в туалете висела пол рулона туалетной бумаги больше ничего не было да не то что я много простите сру но как бы я это использую не только в этих целей да эту бумагу да я ее ем иногда такие у меня предпочтения в общем короче купил им целую пачку подарил да ну вот понимаете вот в этих мелочах вот в вот в этой вот истории вот она все хотя опять-таки я верю в том что это будет цивилизоваться рано или поздно да и придет какому-то все-таки общем знаменателю но вот эта тема останется и когда ты ходишь смотришь на ялту с изнанки ты видишь что половина домов сделан из говна и палок то есть вот всякие там вот номера которые вот эти сдаются и прочее даже стандартный там пятиэтажки или прочее все вот эти там лоджии так называемые это просто какой-то я не знаю окраина дэли или что-то подобное но мне кстати даже иногда это нравилось особенно старая ялте этот контраст довольно пафосные набережные и вот такого небольшого трешачка но в итоге все-таки ощущения конечно же сто процентов позитивные и я хочу сказать что для меня человека вот отсюда хотя здесь тоже очень круто но в основном летом ну или вот сейчас когда хоть хотя бы 0 когда здесь минус 20 поверьте мне ну так себе да то есть приятно выходить на залив приятного там много снега приятно когда там вот чего-нибудь крикнешь это слышно в других местах я очень люблю туда бегать но когда ты отсюда приезжаешь в петербург и видишь эти сугробы и тебе хрен где припаркуешься и так далее ну вот вообще не айс а в ялте хорошо там один раз только пошел снежок один раз он таким тонким слоем лег и буквально уже скоро растаял а когда вернулся сиферополь там был снег но при этом солнце понимаете с утра солнце и ты улетаешь с очень позитивным настроением и тебе вообще не хочется улетать конечно в петербург хотя я очень люблю свой родной город поэтому я реально не понимаю зачем ехать в ялту летом вообще не понимаю зачем ел ехать летом куда бы то ни было до из теплого места в теплое место мне кажется надо и в теплые места и езжать зимой поэтому настоятельно рекомендую вам туда ездить именно зимой настоятельно рекомендую ялту ну хотите езжайте летом туда но летом там я думаю в этом сезоне будет вообще трэш потому что границы будут оставаться закрыты вся эта ковидная история она уже практически у нас превратилась фарс тем более я вот одну прививку уже сделал следующую делаю вот через неделю потом обязательно пишу об этом отдельный блок почему я это все сделал по поводу всех этих антипрививочников и так далее потому что мне человеку как который когда-то прививался от крысиного бешенства знаете вот эта история с прививочкой от ковида но отдельно расскажу соответственно я думаю что там будет трэш там будет трэш и угар собственно я думаю точно такой же трэш и угар будет в петербурге я не думаю абсолютно в этом уверен потому что уже в прошлом летом здесь был просто завал внутреннего туризма в этом году я думаю пол москвы точно приедет петербург интересно куда все эти люди пойдут на экскурсии хотел бы я знать да но в этой связи и уже сейчас я провожу экскурсии на самом деле они идут каждые выходные то есть у меня после прилета с ялты просто был full комплект я теперь даже решил там каждый выходных забивать поэтому следите за анонсами напоминаю что есть в продаже роман корень который начинает набирать обороты мне поступает тут уже два предложения мне были самые разные по поводу этого романа очень позитивные отклики я рад что написал хорошую книгу ну и соответственно путеводитель левский с перцем который вообще не нуждается ни в какой уже рекламе люди его берут открывают и сразу хотят купить все это есть у меня на сайте либо вы можете приобрести некоторые спрашивают самого за москве в петербурге есть два адреса в питере это центр в москве это не совсем центр но если вы вот прям хотите лично забрать на то пожалуйста пишите мне я вас веду с теми у кого есть эти книги на этом все оставляйте комментарии вот там вот любите кисок увидимся пока